Водолички, приветствую вас! Давайте посмотрим, что вас ждет в ноябре. Мы посмотрим сферу дома, семьи, работы, карьеры, бизнеса, отношений, финансовых вопросов. Ну, также посмотрим ваше образование, поездки. И получим советы от оракулов. Ну, а Кипер нам покажет сюрприз-неожиданность. В конце расклада я сделаю, посмотрю, что вас ждет в ноябре на Тару Акаше. Ну, для тех, кто этим интересуется. Хорошо, что ожидает водолеев в ноябре месяце? Настраивайтесь на расклад, подумайте о ваших планах. Может быть, есть какие-то нерешенные вопросы? Или проблемы какие-то? Ну, сейчас посмотрим. Водолеев в ноябре. Первая карта нам покажет, что у вас будет происходить в вашем доме, в вашей семье. Так, колоду у меня перевернутая. В вашем доме, в вашей семье. Вторая карта нам покажет сферу чувства, эмоций, отношений. Профессиональная сфера. Финансовые вопросы. Образование, поездки. И совет или предупреждение от Таро. На ней колода у вас четверка пентаклей. Вообще, это карта материальной стабильности, защищенности. То есть, карта говорит, человек добился вот этой финансовой независимости. Да, может быть, еще карта говорит, что вы в конце ноября будете на что-то собирать деньги. Или же, наоборот, вы на что-то уже копили и захотите это реализовать. Да, какая-то мечта, к которой вы идете. Но здесь что-то связано, может быть, с реализацией какого-то вашего проекта. Может быть, это касается работы. Что-то вы копите или к чему-то готовитесь. Или, может быть, ждете от кого-то поддержки. Чтобы реализовать какой-то проект, который даст вам надежду на будущее. Конечно, это может быть связано с семьей, с отношениями, с какими-то вашими планами. Пока, может быть, у вас не хватает финансов, чтобы воплотить в жизнь какую-то вашу мечту. Вот здесь у нас поездки, образование. Может быть, кто-то собирает вообще в отпуск поехать. Или получить какие-то знания. Хорошо. Дом, семья. В карту ложится влюбленные. Ну, во-первых, она говорит, что у вас в отношениях не только между вами и вашим любимым человеком. Но также и в вашем доме, в вашей семье есть взаимопонимание, поддержка. У вас есть обязанность по отношению к друг другу, к членам вашей семьи, к детям. Может быть, какие-то совместные планы, которые вы решаете вместе. Может быть, создание тандема. Например, вы планируете какой-то начать бизнес или творческий проект, но пока на него собираете. Может быть, это еще планы, не знаю, поехать куда-то вместе. Решить вопрос с жильем. Ну, давайте мы уточним. Да, вы строите планы, но пока это в планах. А вам в совет говорят, уже пора эту двоечку реализовывать. Может быть, конечно, это связано с какими-то поездками, переездами. Может быть, кто-то планирует уезжать куда-то вместе. Какая-то поездка. Конечно, это может быть планирование отпуска. Может быть, кто-то планирует, например, купить по двойке и тройке участок земли. Начать строить дом. Вложить куда-то деньги на будущее, да, может быть, на расширение. Кто-то, может быть, планирует малыша. Но, может быть, пока у вас с финансовым итогом планируете заработать. То есть вы подходите очень ответственно к расширению членов вашей семьи. Кто-то, может быть, планирует свадьбу. Вот опять все упирается в то, что то ли вам жить негде, то ли вам хорошее торжество провести, куда-то съездить потом. Ну, например, в свадебное путешествие. И у вас пока не хватает денег. Но это какая-то долгосрочная цель, и вы к ней готовитесь. Да, но как бы вот карты в совет говорят уже, что вы планировали, уже нужно реализовывать. Может быть, вот сейчас очень подходящее время. Отношения. Старший Арканмаг. Опять здесь какое-то новое начало. Да, карта показывает, скорее всего, в этих отношениях мужчина очень активен. Если, например, вы в поиске, то здесь карта говорит или о встрече вот с таким завоевателем, магом, да, он будет вас притягивать, очаровывать. Или карта говорит, если у вас есть кто-то на примете, то вот сейчас самое время начать покорять этого человека. Признаться в своих чувствах, чтобы человек на вас обратил внимание. Я сейчас одну карту. Может быть, у кого-то здесь мужчина принимает какое-то решение. Да, здесь могут быть еще какие-то манипуляции в отношениях сейчас. Да, смотрите. Влюбленные еще могут показывать отношения с человеком, который не свободен. Это втянуться в любовный треугольник и ждать, когда человек примет решение. Здесь, может быть, со стороны мужчины идут какие-то манипуляции и обман. Вы эти отношения закончите. Но это для тех, кто состоял в несвободных отношениях. То есть по семерке человек увиливает, не принимает никакого решения. Может быть, помогу обещает, что да, сейчас вот я все решу. Ну и карта говорит, скорее всего, вы поймаете этого человека на лжи. Ну или поймете, что вас просто обманывает, и вы эти отношения закончите. Так, еще одну карту хочу. Все-таки у нас в совет легла тройка. Король. Пентакли. Король Пентакли – это человек, который уже настроен решительно. Да, она иногда показывает человека, у которого уже есть семья. И, как правило, он не для этого создавал вот эти богатства, чтобы потом с кем-то их делить. То есть, да, здесь его все устраивает. Давайте я вам здесь совет посмотрю. Все-таки четверка и звезда могут говорить, что долго человек собирался с принятием решения. Но вот все-таки у нас Паш Кубков-то лег, и в конце ноября, это вот, может быть, поездки, какие-то путешествия. Может быть, все-таки человек принимает какое-то решение. То есть, Паш переходит в рыцаря. Давайте я вам совет посмотрю. Ну, они у всех уже любовные треугольники. Вот я почему и сказала. Человек принимает решение. Здесь, если вы были в отношениях, здесь человек увиливал. Вот не хотел он жениться или делать предложение. Если у меня мужчина смотрит, карта может говорить о вас. Но все-таки вы понимаете, что это та женщина, с которой вы можете создать гармоничную семью. Здесь, как таковое, карта говорит о смене статуса. Может быть, вы принимаете решение жить вместе. У кого-то, кто в браке, в отношениях, решается вопрос с жильем. Но при помощи короля. Может быть, это ваш отец. Или это банкир. Или это риелтор. Который решает вот этот вопрос. Но, как правило, мага показывает какого-то специалиста. Да, вот семерка здесь легла. С десяткой. Все-таки будьте аккуратнее, если вы... Все-таки у нас это эмоции и чувства. Может быть, здесь будет какой-то подвох. Здесь все очень тщательно проверяйте. Если вы решаете какие-то жилищные вопросы, Ну, а также карта говорит, что наконец-то человек созрел. Но то у меня все равно идет, что с одним человеком вы заканчиваете отношения. В вашу жизнь приходит более надежный партнер. Мужчины также могут закончить одни отношения, беспреспективные. Ну, по семерке кто-то что-то кому-то недоговаривал, кто-то что-то скрывал. Может быть, мужчины состояли в отношениях с замужней дамой. Здесь как бы десятка говорит, вот что-то вы... Одну дверь вы закрываете, и у вас открывается новая, но причем очень перспективная. То есть это знакомство, которое в конце ноября уже перейдет, ну, более сильное чувство. Да, у вас появится надежда. Сначала, может быть, отношения будут легкие. Встретились, провели время. И уже как бы в совет карты говорит, стройте планы на счастливое будущее. Но кто-то, может быть, здесь все-таки планирует какой-то переезд. Может быть, вы тут решаете вопрос с жильем, что-то продаете для того, чтобы уехать. Ну, вот опять как вариант. Вот работа, карьера, бизнеса. У нас ложится девятка мечей. Да, здесь какие-то страхи. У кого-то, может быть, вообще нет работы по девятке мечей, и вы уже не знаете, что делать. Тут страх за будущее, как я буду дальше жить. У кого-то, может быть, с бизнесом совсем плохо. У кого-то, может быть, какие-то на работе неприятности. Или вы не справляетесь со своими обязанностями. Это вот боязнь подвести коллектив. Может быть, сделать что-то не так. Ну, или, может быть, здесь какие-то сложности в плане того, что, может быть, над вами нависла угроза сокращения, увольнения. Также вот здесь в финансовых вопросах у нас какой-то то ли конфликты, то ли споры. Может быть, вас там обманывают, недоплачивают то, что обещали. Ну, давайте мы посмотрим уточную работу, профессиональную деятельность. Ой, ну здесь поступит какое-то новое предложение. Через коммуникации это может быть звонок. Если вы без работы, здесь как-то говорят, поднимайте свои связи, обзванивайте, коммуницируйте, общайтесь, может быть, с людьми, которых вы уже знаете, или какие-то знакомые, с кем вы когда-то работали. Здесь есть шанс получить работу. Или начать что-то. У нас Туз Кубков – это какой-то проект. Но это радостная новость о том, что появляются какие-то перспективы. Может быть, реально вот с верой чувства вам нужно будет с кем-то составить переговоры. Может быть, по семерке. Ну, например, помогу, да, показать, что я вот такой красивый, хороший, умный, я все знаю. А может быть, чуть приврать. Тогда есть шанс вот заинтересовать какого-то богатого человека. То ли получить работу хорошую в крупной компании, то ли этот человек даст вам, может быть, это какой-то член вашей семьи, даст вам на развитие, поможет материально, ну, вложится, например, у вас. Или эта карта говорит, вы займете хорошее положение. Поэтому здесь вот убираем страхи и начинаем действовать. Если вы ждали, например, приглашения куда-то, вот опять здесь прослеживается, что, может быть, надо куда-то уехать, вот девятка говорит, ну, вот мы сидим, ждем, и непонятно, решиться этот вопрос нет. Здесь получение хороших новостей. Что у вас, например, приняли, или вы прошли какой-то конкурс. То есть вот вам дается какой-то шанс. Вот эта рука протягивает вам шанс. Но вот опять же, может быть, нужно будет куда-то уезжать. Туда, куда вы собирались. Но в любом случае здесь идет улучшение. Если в вашем бизнесе как-то все зависло, ничего не движется, то вот здесь опять по восьмерке начнется какая-то движуха. То есть это перелом к лучшему. Но по ТУЗу все-таки это какое-то новое начало, новый проект. Вот по финансам у вас пятерка жезлов. Конечно, это могут быть споры. Вот выбор какой-то у вас в доме, в семье. Что вы здесь, из-за чего? Если вы хотите купить участок земли, может быть, вы не сойдетесь во мнениях. Ну там, а кому-то район не понравится, или кому-то участок один не понравится, а другой. Тут может быть просто выяснение, вот когда мы спорим и приходим к общему знаменателю по поводу денег. У кого-то с деньгами здесь может быть, вот что у вас тут, из-за чего страхи. Может быть, много конкурентов. Может быть, вы ждете вот собеседование, чтобы получить работу. То есть вот в финансах вам нужно будет выиграть какой-то тендер, конкурс, обойти вот соперников, конкурентов. Здесь карта говорит, постарайтесь, перехватите инициативу, да, получите эту работу. Еще пятерка может говорить о том, что если вы здесь начинаете какой-то новый проект, наверное, придется потратиться на рекламу, чтобы привлечь покупателей и клиентов. Ну, еще раз, пятерка – это карта как бы суеты. Но она говорит, если подсуетитесь в ноябре, то есть шанс хорошо заработать. Поездки, образование. Да, может быть, здесь кто-то получает, например, на дому какое-то образование. Может быть, это профессиональное, вот то, что даст вам какие-то перспективы. Здесь карта говорит, что дело, которым вы будете здесь заниматься или знания, которые вы будете получать, как бы вы здесь уже переходите на более серьезный уровень, то есть ваши знания тут растут. Но вы их можете применять, например, в вашей работе, в бизнесе, в каких-то творческих проектах. Но еще, конечно, это все-таки поездки. Рыцарь кубков – это или к вам кто-то приедет, вы поедете в приятное для вас место. Может быть, это отпуск или навестить какого-то человека. Ну, это тот, кто дорог вашему сердцу. У кого-то здесь может быть поездка по работе, как я говорила, то есть вы ждете, получаете свои документы или известия какие-то, которые открывают для вас пути. Потому что восьмерка у нас – это тоже перелет на самолете. То есть какая-то поездка в ноябре у вас состоится, но это что-то очень приятное для вас. Ну, а в совет предупреждений я уже сказала. Во-первых, для тех, у кого здесь проблемы, карта говорит, налаживайте связи, общайтесь. Может быть, даже с людьми из других стран, может быть, через интернет. Ищите какие-то новые коммуникации. Выходите на новые платформы. Расширяйте направление вашей деятельности. Ну, а для тех, кто куда-то собирался, да, карта говорит, готовьтесь к какой-то поездке, но тщательно все спланируйте. Хорошо. Давайте посмотрим, что нам скажет для вас кипер. Сюрприз, неожиданность, водолея. Так, чтобы карты нам не мешали. Так, кипер. Сюрприз, неожиданность, водолея, ноябрь. Здесь для более молодых женщин Здесь какой-то счастливый случай решить вопрос с жильем. Но это идет помощь от взрослой дамы. Может быть, это ваша мама или это старшая женщина по роду. Может быть, для кого-то бабушка. А также здесь может быть получение предложения жить одним домом. Но вот это предложение, которое вам поступит, здесь карта говорит, что это приведет вас, ну, не знаю, может быть, человек обеспеченный. Так, я вот эту даму хочу уточнить. Это понятно. От кого-то помощь идет в решении вопросов с жильем. Ну, тут еще фамилирун, да. Здесь может быть получение наследства неожиданного от взрослой дамы. Ну, в любом случае здесь дом и фамилирун. Тут решение каких-то жилищных вопросов. А для тех дам, кто познакомится, тут для мужчин может быть знакомство с обеспеченной женщиной. То есть вы создадите вместе гармоничный дом, но еще и вот как-то у вас, если у меня мужчина смотрит, эта женщина принесет вам богатство. Может быть, она обеспечена. Или карта говорит, что вот вместе соединившись у вас открывается денежный канал. То есть вам эта женщина несет удачу. Ну, для женщин тут, скорее всего, решение вопросов с жильем. Ну, помощь идет вот от какой-то члены вашей семьи. Тут или помощь деньгами, и вы покупаете себе что-то. Да, вот под Уэйд у нас открываются какие-то перспективы, как старший Арканзвезда у нас был. Вот опять и ченж, перемены. Да, переезд, перемены. Я здесь, в принципе, религированная дама, это еще может быть получение, например, кто собирался уезжать, это может быть получение документов о эмиграции. Но все равно здесь больше какие-то жилищные вопросы. Если у вас такой вопрос стоял, да, вы его решите. Но при помощи пожилой дамы. Так, совет водолея, совет от Виканского народа. Ноябрь. Так, это у нас дуб перевернутый сейчас. Что-то, что вы считали долгим и прочным, оказалось намного более скоротечным, чем вам бы того хотелось. В этом нет ничьей вины. Такова природа этой ситуации. Просто отпустите ее. Так, хорошо. И у нас еще один оракул. Это Королева Луны, водолея, ноябрь. Напоминаю, что у нас еще в конце расклада будет расклад на вторую кашу. Для тех, кто интересуется. Так, водолея, совет на ноябрь. Гроуф. Гроуф – это рост. Рост, развитие. Карта говорит, откажитесь от застоя. Вот здесь у нас была четверка Пентакли. Это застой. Это когда мы ничего не хотим в нашей жизни менять. Это вот нежелание выйти из зоны комфорта. Но здесь вам приходят какие-то приятные новости и появляются какие-то хорошие перспективы. Поэтому карта вам говорит, растите, развивайтесь, двигайтесь дальше. Хорошо. Так, для водолеев расклад на вторую кашу на ноябрь. Давайте посмотрим, что нам скажет эта великолепная колода. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам о каши. Иногда мы смотрим и думаем, да это вообще не про меня. Да, конечно, это расклад общий. Берите этого внимание. Но какую-то информацию вы здесь получить не можете. Просто ее послушайте. Водолей, ноябрь. Что нам хотят сообщить? Хранители хроника каши для вас. Он быстрый. Я, надеюсь, уложусь минут пять. Так, водолей, ноябрь. Информация из хроника каши для вас. С какой энергией вы войдете в ноябрь? Что у вас будет происходить первая декада ноября? Вторая декада. Третья декада. Информация, с которой вы выходите, не информация, а энергия, с которой вы выходите из ноября в декабрь. Да, первая карта, это у нас энергия, с которой вы входите в ноябрь из октября. Здесь у вас ложится 21-й старший аркан. Он у вас прямой. Карта называется Ариэл и Сфинкс. Мы видим, что аркангел Ариэл пришел к Сфинксу, чтобы посоветоваться с ним. А Сфинкс у нас является молчаливым хранителем истины, древних тайн мира. И за все то время, пока он стоит в этой пустыне, его несколько раз заметало песком по самую шею. Ему приходилось откапываться. И эта прямая карта показывает, что и для вас настало время сделать самую важную, но и, скорее всего, самую трудную работу в вашей жизни. Это самокопание и внутреннее раскрытие, которое обязательно приведет вас к осознанию вашей таинственной силы. Возможно, вам сейчас нужно будет избавиться от закаменевшего состояния ваших старых историй, верований, паттернов, чтобы вы могли, смогли найти истину внутри себя. Но, скорее всего, карта говорит, не волнуйтесь, вы уже начали эту работу. Да, она не такая быстрая, как нам хотелось бы. Но вы, скорее всего, сделали значительные успехи. Вот Архангел Ариэл на этой карте показывает, что есть в вашей повседневной жизни какой-то человек, который вам помогает. И кого вам послал этот Архангел. Это может быть учитель, наставник, руководитель. Может быть, новый друг, любимый человек. Отношения с кем являются для вас очень большой ценностью. Но сейчас у вас очень важный период в вашей жизни. Вы идете к инициации. Инициация – это у нас посвящение в тайну и осознанию своей высшей силы. Первая энергия ноября. Здесь ложится королева свитков, и она у вас прямая. Королева свитков – это женщина высшего разума, и она очень близка к хроникам Акаши. Это женщина, которую вы можете уже знать, или вам предстоит с ней встретиться. Ее целью является помочь вам подняться к новому уровню мудрости и понимания. Она может быть для вас учителем, или может быть это человек, который предложит вам дружбу, который может перерасти в глубокую любовь. Эта женщина может быть полезна вам в каком-то проекте, который требует общения. Она может быть автором, маркетологом, издателем. Например, если вы писатель, она может быть кем-то, кто посодействует выпуску или публикации вашей книги. Но также она может представлять вас, или важную для вас женщину, которая может получить должность в области, связанной с коммуникациями, консультированием, преподаванием, обучением. Также это может быть маркетинг или публикация. Эта карта указывает на этап углубленного понимания и готовности к обучению. У нас и второе было то же, что вы, может быть, планируете какое-то обучение, может быть, им уже занимаетесь. Поэтому для вас сейчас идеальное время для личностного роста и обширного изучения. Это может быть развитие вашего ума, физического тела, или это может быть духовное развитие. Вторая декада ноября у вас ложится второй старший аркан. Карта называется «Де Акаши Лайбрари». Это библиотека «Хроник Акаши». Мы видим, что в прямом положении в этой прекрасной библиотеке есть лестница вверх, которая говорит о духовном росте. И сидит мудрец, который готовится что-то начать записывать вот в этих записях Акаши. Но когда карта переворачивается, вот эта лестница, она ведет вниз. И она говорит, что во второй декаде ноября может что-то произойти в вашей жизни, то, что отвлечет вас от вашего духовного роста. И какие-то эмоции, переживания могут опустить ваши вибрации. Из-за этого лестница пошла вниз, и записи в Акаши будут приостановлены. Вот карта говорит, что сейчас для вас наступает время пролить новый свет на ваше прошлое, раскрыть свой внутренний мир и произвести намерение. То есть объявить Вселенной об освобождении от вещей, которые мешают вашей ясности и мешают вашему духовному росту, развитию. Карта говорит, что закройте ваши глаза и увидите, как все это рассеивается. Да, но вам для этого нужно будет приложить немного усилий. И тогда вот эти ваши записи в Акаши будут исправлены и написаны вами снова. Третья декада ноября. Здесь у нас перевернута карта, это единица свитков. Карта называется Унджерек, это по пути, на пути. В прямом положении мы видим, что человек собрал вещи, уже занес ногу на порожек поезда, у него уже паровоз дымит, то есть он собрался уезжать. И в самый последний момент он увидел указатель, который показывает совсем другие направления. А он как бы их раньше не рассматривал. Когда карта ложится перевернутой, она говорит, что ваша нерешительность, сомнения, колебания или, может быть, ожидания идеального времени могли вас задержать. То есть у вас может возникнуть проблема с принятием вами решения, в каком направлении вам двигаться. Ну, мы видели, для тех, кто дом, семья, там ложится двойка жезлов, то есть вот какие-то колебания в выбор, получится, не получится, надо, не надо. А в совет вам Таро показал, что уже пора, пора принимать решения. То есть вот карта говорит, если вы уже о чем-то подумали, что-то планируете, то пора уже действовать. Очевидно, есть какое-то руководство, которое зовет вас или которое заставляет вас действовать так, как, в принципе, вы уже решили. Но пока еще вы сомневаетесь и колеблетесь. И вот эти колебания могут привести к тому, что вот энергия, с которой вы выходите из ноября в декабрь, здесь у нас ложится двойка роз, карта называется «Крылатые посланники», она у вас прямая. Мы видим, что накрыт к чаю, накрыт круглый стол, ну, мы знаем, что круглый стол – это стол переговоров. Над этим столом летает голубь, голубь мира, но вот летит ястреб с какими-то, может быть, неожиданными или неприятными сообщениями. И все это происходит на фоне дома. Но вот на столе уже одна чашка разбита, и у одного стула сломана ножка. То есть карта может указывать на какой-то небольшой конфликт в вашем доме или в вашей семье. Это может касаться вас или кого-то другого из вашей большой семьи. Это могут быть денежные вопросы относительно дома, наследства или личных финансов. Вот этот голубь несет вам сообщение от вашей души, которое призывает вас увидеть вот эту маленькую драму с позиции вашего сострадательного сердца. То есть вы можете почувствовать себя, быть вынужденным миротворцем или проводником в этой ситуации. Карта говорит, поступайте так, как подсказывает вам ваша душа. Вот ястреб говорит, что придут какие-то новости, сообщения неприятные, или вы сами как бы неожиданно для себя будете втянуты вот в этот конфликт. Поэтому все-таки у нас голубь более занимает выигрышную позицию. Она говорит, как бы, воспарите вот над этими проблемами, которые у вас могут возникнуть. И ясно увидите, что здесь происходит. Скорее всего, у вас получится успешно разобраться с этими трудностями. Но я говорю, вот здесь вот эти вот ваши колебания или сомнения могут к этому и привести. Поэтому вот здесь карта говорит, если есть руководство сделать какой-то выбор, то постарайтесь это сделать в третьей декаде ноября. Тогда этого конфликта может и не быть. Вот такой у нас с вами получился прогноз на ноябрь. Я благодарю вас за внимание. Буду благодарна за лайки, комментарии. Всем хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok